МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом. Сакральное место, куда спешат извне каждый вечер, которые обустраивают в соответствии со своими идеалами, которые бережно оберегают и считают своей защитой. Не зря же говорят «мой дом – моя крепость». В сознании русского человека отношение к собственному жилищу и вовсе священное, как к микромиру одной семьи, как ко Вселенной. Между тем, один за другим, дома Вселенной, каждый со своей душой и историей уходит в небытие. С вами программа «Русская культура». Истории О. Здравствуйте. В преддверии 160-летнего юбилея Константина Циолковского с лица Рязани сотрут последнее архитектурное упоминание о прославленном земляке – основоположнике современной космонавтики. Городские власти ищут подрядчика на снос легендарного дома, в котором в середине XIX века жил ученый Константин Эдуардович Циолковский. Охранного статуса у заброшенного строения до сих пор нет. Фамилия Циолковского у всех на слуху, и значимость этой фигуры в отечественной науке переоценить сложно. А многие рязанцы даже не подозревают, что Константин Циолковский – наш земляк. Все началось в Спасском уезде в 1857 году. Будущий основоположник космонавтики родился в селе Ижевское, где открыт музей памяти известного космиста. Потом семья Циолковских перебралась в Рязань. Первым их жилищем здесь была маленькая избушка на улице Урицкого. Здание сохранилось по сей день. Полуразвалившаяся постройка доживает свой век. По словам краеведов, чиновники от культуры не желают устанавливать на фасаде даже мемориальную табличку, не говоря уже о реставрации. Дом принадлежал матери Константина Марии Ивановне. Этот факт установлен документально. В мае 1935 года Константин Циолковский подарил землякам фотографию этого дома с надписью «Моей дорогой Рязани Циолковский». На снимке тот самый дом, которого сейчас как бы и не существует. Если верить Яндекс.Карте, то строение – даже не дом, а некая будка в глубине двора. На панораме улицы дом вообще отсутствует. Если же верить своим глазам, то строение существует. Только кто-то и для чего-то замазал черной краской цифру 3 на номере. Я бы сказала, что это абсолютно достоверная информация о том, что там проживала Циолковский. Другой вопрос, что она как-то нигде у нас не звучала. И понятно, собственно, почему. Потому что долгое время не могли определить, где конкретно находится тот дом, в котором жила семья Циолковских в один из своих рязанских периодов. Дело в том, что у них было несколько таких мест. И обычно ассоциируют пребывание Циолковских здесь с домом на Садовой. Но вот как там подтверждается, так сказать, их присутствие, тот дом, который был снесен, и вместо которого была установлена какая-то совершенно нелепая декорация, на которую было прилепили, значит, эту табличку, что там жил дом Циолковских. Но когда пошли люди просто смеяться, дом, да, то есть стоит какое-то деревянное сооружение, табличку сняли. То есть, значит, этот адрес пока отпал. Дом номер 40 по улице Вознесенской. Давно пустует. В 2011 году его признали аварийным. Ровно через неделю, 28 ноября, решится судьба этого дома. Кто-то получит тендер на его снос, и в течение 15 дней дом сравняют с землей. А ведь именно здесь, когда-то, в 1860-е годы, проживал основоположник практической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Это очень красивый дом, стоящий на горочке на Вознесенской. Как раз виден Вознесенский храм. Дом мог бы стать частью музейного ансамбля мемориальных объектов, связанных с Циолковским. Тем более, что их осталось в нашем городе всего два. В 80-е годы была статья Татьяна Валентиновна Рахмайна, сотрудника музея. Она выявила в Рязанском архиве еще один адрес Циолковского. Это дом на улице Урицкого, тогда Преклонской, ныне номер 53. Точнее, ныне, сейчас вообще не поймешь, какой у этого дома номер, поскольку там пошла какая-то прохиндиада, я бы сказала, когда меняется нумерация, затирается нумерация, на картах не найдешь, где этот 53-й дом. Он то один, значит, то другой. В общем, там не поймешь, что. Но дом хорошо сохранился, насколько может сохраниться дом хорошо 19-го века. Он деревянный, на каменном фундаменте, и у него на фасаде есть эта табличка 53 с затертой тройкой. Ну, можно, в общем-то, определить. Там, значит, достоверно известно, что в этом доме он жил после возвращения из Вятки, то есть уже будучи относительно взрослым. Восстановление упомянутых зданий и создание в них музеев имени Циолковского, очевидно, добавило бы туристической привлекательности нашему региону. Ведь основу въездного туризма составляет именно маршрут на музейной карте. И здесь стоит сделать отсылку к Калуге, которая перехватила пальму первенства, основав на своей земле музей Циолковского. Его популярность настолько велика, что в сознании многих не Рязанская земля, а Калужская, родина основоположника учения о космосе Циолковского. Нам лишь остается довольствоваться тем, что именем известного теоретика названа Центральная улица Рязани, у основания которой памятник в небо тому, кто на своем примере доказал. То, что невозможно сегодня, возможно завтра. Краеведы шутят о том, что власти Рязани весьма оригинальным способом готовятся к 160-летию великого русского ученого, намереваясь в угоду строительным компаниям разрешить снос дома, в котором прошли детские годы основоположника отечественной космонавтики. Воспоминания некого Петра Васильевича Белопольского, который, не воспоминания, а его переписка с Циолковским, где они вспоминают, как они жили в доме, как пишет Белопольский, Климина. А потом выяснилось, что Белопольские жили в доме не Климина, а Калемина. То есть мальчиком он там жил, видимо, на слух как-то запомнил эту фамилию и передавал ее искаженно. Поэтому трудно было догадаться, о ком идет речь. Оказалось, что Александр Иванович Калемин, он не рязанец, но здесь владел недвижимостью, он был откупщиком, это вторая четверть XIX века, то есть Александр II и так далее, служил, чиновник, причем такой видный чиновник, который занимался всякими экономическими вопросами, строительство железных дорог и так далее. Вот этот дом принадлежал ему, то есть это был такой доходный дом, который он использовал для сдачи его в наем. И вот там жили и семья Белопольских, и семья Циолковских, точно по этим воспоминаниям можно вычислить, когда они там жили. То есть это был детский возраст. Получается, что первый период пребывания здесь в Рязани – 60-го до 68-го года жила здесь семья Циолковских. Вот 64-го, то есть тоже несколько раз меняли. Места с 64-го по 68-й год они жили в этом доме, причем в разных его частях. И как вспоминал сам Циолковский, мы жили сначала в одном отделении, потом в другом, а вот в то отделение, где мы жили, заехали потом Белопольские. Причем Белопольские по какой-то иронии судьбы люди, в общем-то, тоже имеющие такое косвенное отношение к астрономии, поскольку Петр Васильевич – это племянник известного русского астронома Аристарха Белопольского. Поэтому вот такой получается космический дом. Тут тебе и родственники Белопольского, и Циолковский сам проживал. Они вспоминали, как они бегали там во дворе, как они там в чужие сады залезали, как их родители наказывали. То есть масса вообще такого интересного материала, которая могла бы быть использована при мемориализации этого дома. Администрация планирует потратить на уничтожение этого здания, так и не признанного памятником исторического наследия, 770 тысяч рублей. Стоит отметить, что другой дом, связанный с пребыванием Циолковского в Рязани, находившийся некогда по адресу улицы Садовая 7, был снесен в конце 90-х, несмотря на статус памятника истории. От памятника истории города теперь осталась только табличка «В этом доме жил». По информации общественников, список строений, подлежащих сносу, включает около 40 домов конца 19-го начала 20-го века, расположенных в историческом центре города. А между тем, именно в этом доме, по признанию самого ученого, его впервые посетили неординарные вдохновенные мысли, продвинувшие затем человечество в космос. «Корни-то мои в Рязанской земле, в этом краю прошли едва ли не лучшие годы, чего там только не испытал. Игра математика научила, и первые смелые мысли пришли». Писал Константин Салковский. «Вот как минимум этот дом просто нужно сохранить. Почему вопрос о сохранении идёт? Потому что этот дом приговорён сейчас к сносу, как по программе ветхого фонда. И там повесили табличку, что вот ваш новый дом, и жители уже переселили, значит, куда-то там в район Песочни, дом стоит пустой. Но он крепкий, он нормальный, мы его обошли со всех сторон, заходили и внутри смотрели. Поэтому, ну, как минимум, просто сохранить и использовать, отдать частникам. У нас ведь есть закон, согласно которому ты, значит, можешь взять историческое здание, там, за рубль аренды, условно говоря, да, и содержать его на свои деньги. То есть такой закон в Рязани есть. Вот. Значит, ну, а в лучшем случае, значит, его можно было бы использовать, ну, как минимум, под музей Циолковского, да, мемориальный, то есть попробовать восстановить. Понятно, у нас есть Ижевское с музеем, но в Ижевское далеко не все поедут. Туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей. Вот. Можно, значит, подумать и каким-то образом, если не музей, я не знаю, под общественные какие-то нужды, да, можно частные музеи какие-то, у нас есть в городе уже за последние десятилетия сформированы интересные частные коллекции, там, Александра Дударева, например, да, там, страховые какие-то таблички и прочее. Ну, главное, чтобы дом был наполнен жизнью и желательно какой-то такой исторической составляющей, чтобы историческая составляющая присутствовала в нынешнем бытовании этого дома. В Рязани на торги выставлен участок в границах улицы Фурманова, Свободы, Грибоедова и Липкнахта. Цена вопроса 953 тысячи рублей. На этом участке расположены 6 домов, в том числе и дом Хераскова. Сегодня здание находится в плачевном состоянии, частично разрушена булюстрада, в негодность приходит каменный фундамент, срочного ремонта требует крыша. Днем у подножия постройки раскидывается стихийный рынок, а портик особняка используется под склад товаров и свалку пустых коробок. Дом Херасковых, Серовых, единственный уцелевший в Рязани памятник деревянного ампира и редкий образец городского деревянного дома первой четверти 19 века. Памятник истории и культуры регионального значения. Здание построено в первой четверти 19 века помещиком Федором Серовым и на настоящий момент является самым древним деревянным зданием в городе. Наконец, последним известным владельцем становится Аполлон Михайлович Херасков, не имеющий отношения к известному поэту, литератору Михаилу Хераскову. Но, как выясняется, в той же статье у Филиппова об этом написано, как выясняется, его отец Михаил Дмитриевич Херасков был преподавателем истории у знаменитого русского историка, ученого Дмитрия Ивановича Иловайского. Иловайский учился в Раненбургском уездном училище. Именно там преподавал Михаил Дмитриевич Херасков. И по воспоминаниям Иловайского именно он предопределил его судьбу. Именно тогда в школе, в училище на уроках истории он понял, что он будет историком. То есть богатейшая история. Вокруг этого дома можно просто ходить кругами и проводить экскурсию по одному только дому. Дом сохранился хорошо. То есть несмотря на эту внешнюю облупленность, он нормально сохранился. Портик, который сделан из целиковой сосны, колонны имеется в виду. Точеные балясинки, правда, там утеряны, но это все детали. Известна планировка дома. То есть сохранились планы. Можно ее попробовать воспроизвести в центре этого здания. Известна была зала большая с колоннами тосканскими, с арками и так далее. Винтовая лестница ввела наверх в мезонин, где был кабинет с четырьмя окнами. В левой части здания, в западной, были кухня, буфетная и женская половина, в смысле женский покой для дворни. А хозяева сами обитали в противоположном крыле. Территория входит в границы археологического наследия, культурный слой Острога и Посада – Перьеславль-Рязанский. Высота застройки здесь ограничена 15 метрами. Начиная с 60-х годов рязанскими историками и краеведами была проделана огромная работа по изучению и описанию российского архитектурного наследия, на основе которой был создан свод памятников архитектуры. Свод презентовали в 2012 году, и с тех пор один за другим начали исчезать дома, описанные в этом труде. На сегодняшний день из исторического наследия остались единичные объекты. Осталось только почистить самые последние крошки бесценного наследия сугубо рязанского исторического городского пространства. Рязань, а точнее ее душа, уходит от нас с такой скоростью, что становится страшно за город, превращающийся в сплав из металла и стекла, блестящий, но пустой внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова